Создала я свой канал с подачи моего знакомого чисто ради интереса. Просто я никогда этим не занималась и мне было интересно YouTube, что это такое. Мне раньше казалось, что видео в YouTube загружают только специальные люди, журналисты и, короче, специалисты. А потом уже в последнюю очередь, когда я канал монетизировала, тогда я только подумала о прибыли, о деньгах, которые я могу получить посредством своих видео. И в то время, 5 лет назад, монетизировать каналы можно было сразу, независимо от того, сколько подписчиков собралось на канале. И у меня было совершенно мало подписчиков, и я сразу его монетизировала, и тут появился уже еще больше интерес. Начали капать сначала центики, 1 цент, 2 цента, 3 цента, а потом уже чуть позже и доллары. И как-то, ну, зависаешь уже, подседаешь на YouTube, и уже смотришь каждый раз статистику, количество просмотров, количество подписчиков. И раз в месяц смотришь статистику, сколько накапало тебе центов. А все вы знаете, что сумма, которая может вывестись на вашу карту, это 100 долларов. Если меньше, то деньги просто накапливаются, накапливаются, и потом через сколько-то месяц, месяц, два, три, а то и больше выводятся на карту. И первую свою выплату, я даже сейчас точно не могу сказать, я, наверное, получила спустя полгода, а может и больше даже, 100 долларов накопилось. Сначала видео я снимала, о чем придется. Что вижу, то снимаю. И цветочки, и о моих животных. Пруда у меня тогда не было. Канал назывался просто Талахукрянская. И путешествия, и здесь и ручное творчество, чем я занимаюсь, и кулинария. Ну, что хотите. Вот эти все кадры, которые вы видите, это все с моего канала. То, что загружалось раньше, маленькие отрывочки. И параллельно я прошла бесплатную школу Дениса Коновалова по Ютубу, чтобы быть более подкованной и знать все тонкости. И до сдачи экзаменов я не дошла, но много чего узнала. Я также узнала, что видео мои лучше разделить по тематике, чтобы кулинария была отдельно, ручное творчество отдельно, цветочки отдельно. Ну, некоторые темы смежные можно, конечно, объединить. Например, цветочки с животными. А такие темы, которые совершенно различаются, то лучше, конечно, отдельные каналы создать. И вот спустя несколько месяцев в апреле я создала свой второй канал на тему растений. И снимаю теперь видео только на эту тему, на том канале. Потом третий канал на тему ручного творчества я создала уже в сентябре, спустя три месяца после второго канала. И первоначально там было только ручное творчество, а потом пришлось загружать видео даже не по теме, чтобы не было больших промежутков между загрузками видео, чтобы какая-то была последовательность и стабильность. И третий канал у меня сильно отставал от первых двух каналов. И когда YouTube ввел новые правила, что монетизация возможна только при наличии тысячи подписчиков, мой третий канал о ручном творчестве был отключен от монетизации. И подключен только спустя несколько месяцев, когда набралось тысяча подписчиков. И теперь у меня три действующих канала. Ну а кулинарию я сделала еще четвертый канал, но я просто физически не в состоянии вести четыре канала, так как есть еще другие задачи. И оставила только несколько видео по кулинарии на первом канале и на третьем канале. И я так подсела на этот YouTube, что я везде ходила со своим фотоаппаратом и на все вокруг смотрела глазами хищника, чтобы еще снять такого для канала. Ну потом это все у меня прошло, сейчас я немножко уже остыла, уже не смотрю так, чтобы снять для YouTube, а смотрю уже вокруг другими глазами, так как подсела на живопись. И смотрю вокруг краски, природу и все прочее, уже смотрю глазами художника на все это. Ну и дорогие друзья, какой же у меня доход, спросите вы, спустя пять лет после начала моей деятельности в YouTube? Ну совсем маленький. Первое время я вообще не считаю, а где-то посерединке, ну вот примерно два года назад или год назад даже, получалось примерно 30 долларов с каждого канала. То есть в месяц у меня не набегалось трех каналов, даже 100 долларов. И получала я через месяц и через два даже выплату. А теперь вот за последнее время вообще заработки упали в три раза у всех, это не только у меня. Я вот смотрела канал того же Дениса Коновалова, и он имеет связь с сотрудниками YouTube, и поэтому он в курсе всех событий. И упали заработки у всех ютуберов. У меня упали до такой степени, что теперь с двух каналов у меня еле-еле набегает 100 долларов за три месяца. А то и за четыре. Вот я получила выплату 100 долларов, 106 долларов в январе, а теперь получу скорее всего в апреле, а может даже и в мае. И вот могу даже вам цифры назвать, но это не за месяц, а за 28 дней. Ну какая разница, вот первый канал у меня 23 доллара, второй канал 10 с половиной долларов, третий канал ровно 10 долларов. Это за 28 месяц, за 28 дней. Ну считай, что за месяц. Ну вот эти и дела. Ну есть каналы более успешные, люди даже не работают, им незачем работать. Они получают и сотни долларов, а то и тысячи долларов в месяц. Ну это каналы востребованные, молодежные даже, потом информационные каналы и просто интересные каналы о путешествиях. И нужно человеку не просто что-то снимать. Вот могут быть съемки хорошие, но подача плохая. Нужно грамотную речь иметь, приятный голос, хорошие съемки, чтобы были. И тогда канал будут смотреть. И в YouTube не имеет значения, сколько у тебя подписчиков. Самое главное это количество просмотров. Потому что даже если много подписчиков, то это не факт, что каждый человек будет смотреть каждое ваше видео. Вот смотрите, у меня на первом канале 8 тысяч подписчиков, но с хвостиком. Я только называю первую цифру. На втором канале 11 900. На третьем канале 4 тысячи с хвостиком. Это в принципе достаточно подписчиков, чтобы хотя бы что-то зарабатывать каждый месяц. Но у меня канал, вот понимаете, он еще не дотягивает. Он не информативный канал. Не информационный. Это не канал о путешествиях. И вообще я свою личную жизнь не выставляю очень сильно на показ. Ни родственников своих не снимаю, ни детей, ни внуков. И себя даже очень редко показываю, потому что мне это просто неудобно. Каждый раз надо готовиться, чтобы какой-то приличный вид иметь. А так на спех можно много чего снять и просто потом озвучить. Ну, если хочешь интерес, поинтереснее видео сделать, то, конечно, желательно и себя показывать. И поэтому у меня и подписчиков немного, и доход небольшой. Ну и рассказчик я не очень хороший. Надо иметь очень хорошо подвешенный язык. Я пенсионерка, и для меня это тоже как бы на дороге не валяется. Даже раз в 5 месяцев в 100 долларов на дороге не валяются. Небольшая дотация к пенсии. Всем спасибо за просмотр. И подписывайтесь на мой канал. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok